Продолжаю свой дневник Евро-2020. Наконец-то очередь дошла и до нашей любимой сборной Украины. Не буду тянуть кота за все подробности, сразу же о тех, кому доверил место в основе Андрей Шевченко. Бущан, Караваев, Забарни, Матвієнко, Миколенко, Малиновський, Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков. В запасе Пятов, Трубін, Соболь, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Марлос, Макаренко, Беседин, Тимчик, Попов, Довбик. Нідерланди. Стекеленбург, Думфрис, Тимбер, Деврей, Блінд, Ван Анхолд, Де Роон, Вейналдум, Френкі Де Йонг, Векхорст, Депай. В запасе Крул, Безот, Велтман, Аке, Вейн Дал, Бергейс, Люк Де Йонг, Клаасен, Гравенберг, Мален, Копмейнерс, Гакпо. Старший тренер Франдебург. Признаться, перед матчем меня больше всего волновал вопрос, уберут ли смайлик сборной Украины надпись «Героям слова» на затылке или нет. Потому что ни по словам главы украинского футбола Павелко, ни наставника сборной Шевченко, ничего не было ясно от слова «вообще». Только общие фразы, мол «УЕФА одобрил футболки сборной Украины со всеми скандальными для России атрибутами» и все. Но ведь «УЕФА» точно указал, что именно нужно убрать уже после утверждения украинской формы. По ходу матча, думаю, разберусь. А смотреть буду по первому российскому каналу, оттуда скрины легче делать, да и очень интересно услышать, что там поведают комментаторы. Приколы начались с самого начала. По времени уже 22.05, а первый канал показывает репортажи про сборную России, как раз тогда, когда команды Украины и Нидерландов вышли на поле и поют свои гимны. Не хотят видеть в России футболки сборной Украины с Крымом крупным планом. Ничего не комментирую, только факт констатирую. О, пошло. А теперь отправляемся в Амстердам. Украина, сказала ведущая. Значит, отправляемся. Поехали. После долгой рекламы зрители Первого канала увидели стадион Йоганн Кроев Арена в Амстердаме с высоты. Дальше нашу сборную тоже с высоты. И крупным планом Роман Яремчук в синей форме сборной Украины. Начало было просто бомбическим. Бущан парочку раз выручил нас от верного гола после ударов Депая и Думфриса. А Вейналдум пробил выше ворот с выгодной дистанцией. Но нельзя сказать, что голландцы нашу команду разрывали. Как только мяч оказывался у хлопцев Шевченко, как тут же шла опасная контра. Правда, поначалу без ударов с твой ворот, но никакой дрожи перед авторитетами Нидерландов у футболистов сборной Украины я не наблюдаю. Увы, на 10 минуте у нас вынужденная замена. Зубков получил повреждение и был заменен на Марлоса. На этом чемпионате Европы это уже какая-то закономерность, вынужденные замены в первом тайме. Вспоминаем вчерашний матч Бельгия-Россия. Там вообще три было замены до перерыва. Если не изменяет память, конечно. Бущан просто молочага. Вовремя выходит из ворот при перехватах пасов соперника на ход и верховых забросов. Виталя Миколенко демонстрировал в Европе свой высокий класс. Опустил на землю грудью мяч, когда тот метался над нашей штрафной, нагоняя нервозность. Так вот, опустил Виталя мячик, придержал, чтобы партнеры по команде успокоились. А когда его окружили оранжевый, четко так и хитро, показав всем видом, что идет вперед и сделал шаг уже. Но тут же пробросил себе на ход пяткой в сторонку, чего от него никто не ожидал, и освободился из-под опеки. В общем, высший класс. Соперникам впору от такого за голову хвататься. Тем более, когда Бущан каким-то невероятным способом отразил удар Вейналдума. Нидерланды, конечно же, имеют преимущество и создали уже моментов голевых достаточно. У наших на контрах не клеится под занавес первого тайма. Стоило мне это озвучить, как Марлос, Яремчук и Ярмоленко сообразили на троих опаснейший выпад на последней минуте. В итоге которого Роман пяточкой вывел на свидание со Стекленбургом Ярмолу. Но голландский голкипер был пошустрее и отвел угрозу. 0-0. Идем на перерыв с Надеждой. На лучшие, конечно. Походу матч Нидерланды-Украина пока что лучший на этом Евро 2020. Оба соперника достойны друг друга. Читаю коменты на Спортс.ру в онлайн текстовой трансляции. Разные. Вот будет 4-0 в пользу Голландии. И голландцы после перерыва порвут, хах, в общем нас, украинцев. До удивления, я уверена, игрой сборной Украины и... Не, как вчера с Бельгией не будет. Ну, типа 0-3. Второй там пошел. Увы, Миколенко, которого я заслуженно хвалил по первому тайму, сделал грубейшую ошибку, когда не смог прервать пас на Думфриса. Пошел прострел в нашу штрафную. Бущан его прервал. Но набегающий Вейналдум вколотил мяч в сетку пустых ворот. 1-0 на 52-ой минуте. Лишь бы наши от такого удара не поплыли. Поплыли. Второй очень быстро голландцев колотили. Не все нормально психологической, моральной устойчивости у нашей команды. В общем, приплыли. В этом матче так точно. Я так думаю. Но наши футболисты были совсем другого мнения. Собрались. Начали прессинговать голландцев по всему полю. Пошли комбинировать возле штрафной площади соперника, который их туда не пускал. А раз такое дело, нужно лупить издали. И если с ударом Яремчука Стекленбург справился, то с шедевром Ярмолы под перекладину был не в силах справиться никто. Все. 2-1. И уже не все так мрачно, пановы. И уж вообще стало хорошо, когда Рома Яремчук головой вколотил мяч в сетку Нидерландов. Теперь уже голландцы в шоке. Вот это матч. Вот это карнавал. Тут я полностью согласен с комментаторами Первого канала, которые вели репортаж вполне профессионально. И правильно сказал один из них, что этот матч Нидерланды-Украина, как прелюдия ко всему чемпионату. Наши счет сравняли, совершив камбэк. Отыграли два мяча. Это что-то невероятное. Но голландцы снова выходят вперед, блин. Зинченко проиграл борьбу Думфрису. Бущан поздно среагировал на удар 3-2. Как жаль, как жаль, как жаль. Впрочем, время еще есть. Как забить, так и пропустить. Да, наши сегодня проиграли. Но все дело как это сделали? Отыграли два мяча, казалось бы, в безвыходной ситуации. Ярмуленко доказал, что мастерство с годами никуда не уходит. Он забил лучший на данный момент гол Евро-20-20. Мы Колонко и Зинченко два главных неудачника нашей команды. Но в данном случае нужно поддержать этих парней. Ведь впереди еще два сражения на Евро-20-20. Бущан молодец, играл классно. Да, проспал удар, когда мяч в третий раз влетал в его ворота. Но наш голкипер явно не видел сам момент удара. Кстати, Марлос как вышел на замену, так и был потом заменен на Шапаренко. И эта замена внесла оживление в игру украинской сборной. В любом случае нужно сказать величезной вам дякую, хлопцы, за то, что не сдались и до конца сражались. Надеюсь, что победы к сборной Украине на этом Евро-20-20 еще впереди, еще придут. И мы будем им радоваться, радоваться вместе с футболистами, их добывшими. Правда настораживает факт, что наши как могут выдать классный матч против сильных мира сего, когда вне себя от восторга от их игры. Ровно так же и натужно играет против соперников послабее или равными по силе. Надеюсь, что дальше мы и дальше увидим на этом Евро-20-20 супер игру нашей любимой Украины и прекрасные голы в исполнении наших футболистов. С вами был Саныч, до новых встреч.